А перед началом видоса хочу поблагодарить всех челиков, без которых этого ролика, да и вообще следующих роликов могло бы не быть. Так что всем огромное спасибо. Короче, посмотрела, это ваш Наруто. И в этой арке пни получат по заслугам. Короче, Нарыч прилетел в родную Каноху или чё там от неё осталось, да, и не узнаёт её ни хера, понятное дело. Чёооо, бля? Это чё за хуйня? Значит, баба-врачиха из своего ядерного бункера вылезает, оглядывается и видит все последствия войны. Все в городе либо покалечены, либо перебиты. Ну как все, вот и рука, например, да, выжил так, что можно выдыхать. Малой препод в очках тоже ещё дёргаются. Ну, короче, по итогу заебенили на самом деле пачку нонеймов, плюс и доголова с миссистричкой и всё. Тем временем, Пень тот, что посимпатичней, наконец-то встретился лицом к лицу с Нарычем и его братками. За границами деревни остальные пни призвали криповый ёбыч. Отправили Дживелина на ремонт по гарантии, и всем своим вот этим семейством Уизли отправились за головой Нарыча. Тут перед ними встала баба-терапевша, вся уже изрядно потасканная. Пень, короче, полетел её атаковать Дживелином своим, да, но Нарыч на просто какой-то ебанутишей реакции. Как будто всё свободное время в этом своём жабьем пионерлагере катал в осу, разобрал этого киборга-убийцу на запчасти. И говорит, что-то типа, этот Пень сломался, несите нового. Далее, короче, он приказал бабе-терапевши не вмешиваться, когда нормальные мужики общаются. Та, в свою очередь, всё поняла и передала Нарычу гостинчики. Ну, в общем, её схватили и увезли стареть в безопасное место. А Нарыч там, короче, голыми руками останавливал коня на скаку, и с помощью пожилых жаб держал в контроле всё Джуманджи пня. Далее начал, короче, рубиться с пухлым пнём, и какой-то техникой православного бесконтактного боя отлищевал доходягу и отправил отдыхать полностью униженного. Ну, значит, Пень, потерявший двух бойцов, стоит охуел. Далее Нарыч, короче, клуб боксов огромный начесал, тот самый Хадукин, которому он же Хаслера на место ставил один раз. Швырнуло в кучу пней и зацепило одного. Затем он продолжил сражаться с пнём призывником. Значит, их обоих схавала жаба Авторик, и там внутри этого дела Нарыч ещё одного пня укокошил. Тут после этой битвы Нарыч разворачивается, там у него, ты прикинь, вся имбовость с моськи слезла. Ну, пень, который поумнее, посимпатичнее, подумал, что недолго музыка играла, а недолго фраер танцевал, побежал молодого добивать. Зататов схватил свой огромный рулон со спины и передал его пенцу, и оказалось, что в этом рулоне кроется имбовая заначка с копиями Нарыча. Короче, благодаря этому Нарыч вошёл в режим сверхчеловека моментально, и просто буквально голыми руками раскрошил арматуру. И дал пню пиздов таких, блядь, сверху, что тот уж укатился нахуй. Вот это панч! Дальше Нарыч опять разогнал Хадуки, но оказалось, что пень антимаг ещё жив сучара. Колдовству не бывать! И всё благодаря тому криповому ёбучу, который способен байбэкнуть своих тиммейтов вообще в любой момент. Тогда Нарыч кинул под ноги спасательный факел, ну с которым ещё все фоткаются на фотосетах, понял, да? Вынырнул из этого дыма, сделал чистый проход в ноги антимагу, и в крысу с двух рук провёл тому саппорту сеанс жёсткого тайского массажа. Это реально кайф! И только молодой хотел добить пня, который посимпатичнее. Но тот с помощью джедайской силы раскидал Нарыча в разные стороны от себя. Ну начал молодой тогда думать вместе с пожилыми, как оставшийся в пне добить-то уже. А тот в свою очередь огромный миндзи с жабами подтирался. Короче, дальше симпатичный пень начал Нарыча примагничивать. И с помощью второго пня антимага заломал молодого и стал из него всю имбовость его высасывать. Но режим сверхчеловека Нарыча это игрушка дьявола. Если с ней работать не умеешь, то тебе пиздец. Именно благодаря этому Нарыч и вырвался. Жабы-пенсы к тому времени готовились неждануть пня с помощью волшебного автотюна. Но пень оказался быстрее, выше, сильнее. И просто с помощью джедайской силы насадил старого лягухера на шампур. Сегодня мы будем жарить жабок. Затем сразу же въебал Нарычу и пригвоздил его к земле. Ты прикинь, жуть какая. А до коноксов тем временем дошло, шоу пню, шоу бы его 5G доставало без помехи с минимальным пингом. Для управления своими болванами. Ему нужно сидеть на какой-то верхушке и работать буквально в качестве антенны. И короче, было решено прочекать там все горы поблизости с конохой. А пень там, к слову, не спешил с тем, чтобы забрать Нарыча, поскорее унести его на анбоксинг. Ну и стал рассказывать, шоу родной Найт Сити всегда получил пиздов от других деревень. А теперь, типа, будете получать вы. А когда он соберет всех джунгарей и создаст из него ядерное оружие массового поражения, то вам всем такая пизда ниндзя ёбаные. Ну и между делом нам показали, как пень выглядит в реале. А этот компьютерщик ёбаный клавиатурный воин в каком-то помещении сидит вместе с нефоршей своей. Тущий нахуй, как вешалка, весь в проводах, короче, вылитый мистер хаус из фолоча. Далее нам показывают время, когда Нарыча все остальные пешком под стол ходили. Оказывается, шоу стеснях уже тогда свои глазёнки майно-знабледные на Нарыча-то положила. Короче, на чё-то там тренировалась в детской юношеской спортивной школе. Везде ходила с нянькой со своей, постоянно огребала в спаррингах. И вот как-то после очередной трени, вся в слезах от того, что у него нихуя не получается быть сильной независимой женщиной, она наткнулась на каких-то детёнышей быдла, которые разбили её в лес и хотели совершить на ней действия насильственного характера. Женщина, немедленно сделай мне бутерброд. Значит, на колени её поставили, да, хотели уже было записать, как унижают мажорку из благополучной семьи на камеру. Как вдруг их вовремя остановил Нарыч. Ого, Челик, а что ты тут делаешь? Попытался, значит, размножиться, но тогда у него ещё не было волшебной палочки, поэтому получился только высерок какой-то вместо нормальной копии. Ну да, так и пари принялись хуярить Нарыча толпой. Тут пришёл тот самый нянь с тесняхи, разогнал быдлят и потащил Дивулю домой. А в реальном времени пень Нарыча всего уже понапротыкал, чтобы тот вообще шелохнуться не мог ни на миллиметр. Но тут за молодого внезапно вписалась тесняшка, которая на полном серьёзе собиралась натянуть луковки на жопу за своего краша. Значит, побежала она на пня, но тот просто её от себя отшвыривал, как тряпку половую. Тогда она собрала всю силу в кулаки, но как бы она ручонками там своими не махала в разные стороны, всё равно результат вышел хуёвый. Но и это её не остановило. Так что она кое-как из последних сил попазла и в пути вспоминала все мотивационные речи от Нарыча. Когда он там ей на экзаменах орал, там в детстве, типа ты сможешь, там да, вот это хуё моё. Но одно дело, когда ты кулашками машешься одногруппниками своими там, да, одноклами. А другое дело, когда ты связываешься с мужиком, который выебал и выслушал всю твою деревню. Ну короче, я подплазла к Нарычу, попыталась там эту арматурку вытащить голыми руками. Ну и предсказуемо опиздюлилась. Ну Нарыч в ахуе полной на это смотрит. И видать всё, нервы у молодого не выдержали, ляга засвистела конкретно. Пень на это, короче, вылупился, да? А Нарыч начал в него грязью швыряться. А тот с его голыми руками буквально отбивал, уклонялся и даже несмотря на пропущенный левый боковой, держался крепко. Тогда Нарыч схватил огромный земельный блок и вбил Пьяна в землю. Но и это его не остановило, он, короче, из-под земли вырался, да? А Нарыч на это смотрел и становился похожим на человека всё меньше и меньше. Тогда дальше Пень продолжал съёбывать от отечавшего Нарыча по реке. Давай-давай, Нефор, давай, Нефор, давай, Нефор, давай, давай, красавчик! Затем припарковался где-то на берегу, отбивал там всякие вот эти магические фаерболы голыми руками. Тут у Нарыча внезапно сработала ювелирка, да, от бабы-терапевши, которая, как вы помните, нужна для того, чтобы держать пса на коротком повадке. Но Нарыч, это уже настолько с катушек светило, что просто разбил этот брюлик. Дай он его, ну, к пню за морду, вот так вот схватит голой рукой, да? Но тут вроде как отбился. Тогда Нарыч его башкой воткнул в скалу. Но и даже после этого он не помер, блядь, чем его там кормят? В те время горячая училка, Мажорик и Кэп чилили на пикнике в лесу. Но у Кэпа, видать, на руке какой-то виджет установлен, который следит за психологическим здоровьем Нарыча. Там на японском, черным по-телесному написано «жопа». Но тогда как главный санитар все бросил и побежал в коноху, чтобы срочно Нарыча кольнуть голухой. А сам Нарыч тем временем гнал пня дальше по лесу. Тот сумел ненадолго оторваться и наколдовал какое-то лунное затмение по-быстрому, к которому стали примагничиваться куски чернозема. И Нарыч туда же вместе с ними полетел. Но видимо это Майя настолько мощная, что даже самый главный пьен, сидя у себя в люке, охуевал. Мне так плохо, охуево. А Нарыч тем временем начал общаться со своим шизо псом внутри башки, который подговаривал Молдова, чтобы тот ему камеру открыл. И тогда он наебнет любого вообще похую. Хоть пня там, хоть аниме красавчика, хоть мадару там, ну попробует хотя бы, да? Ну Нарыч на эту хуйню повелся, а вдруг ему резко какой-то хер руки отдергивает. И это был не кто иной, как сам четвертый Ахоккага. Который мягко Нарычу намекнул на то, что его наебывают прям ща. Это же надо вот так верить в такую дичь. Ну тот ему начал объяснять, типа, нахуй ты отклеиваешь? Ну не ты же клеил, ну. А Нарыч на него смотрит, варежку разинусует и глянь и спрашивает, а ты что тут делаешь-то вообще? Ну короче выяснилось, что вот этот вот канодовский флэш, говорящий фамилией Камикадзе, и есть батя Нарыча. И там такой прикол, типа, что вместе с псом он поселил в Нарыча немного бати. Чтобы если наклейка расшатается, вот как сейчас, да, батя подскочил и все починил. Вот тут он, короче, уебал старому подых и начал с него спрашивать. Типа, ты зачем меня с сумасшедшим подселил? Ну и батя ему ответил, что он хотел сделать из его сына машину мощную у меня против Амадарью. И дальше, короче, Камикадзе Нарычу объясняет, что тот самый тыковголовый хер, это и есть настоящий глава халатного ОПГ. А вот этот вот властелин луковых колец, на самом деле это просто пешка, которая щи нихуя тут не решает. Тут канодский флэш смотрит на пузо Нарыча и говорит, типа, ууу, у меня как резьбу тебе тут сорвало нехило. Ща батя затянет, не боись. Но предупредил, что это первый и последний раз. Ну короче, батя там гайки затянул и съебал в закат. Все, пиздуй, бороздуй, и я попиздил. Значит, дальше Нарыч успокоился. Стоит на этом метеорите в режиме сверхчеловека, взглядом пня уже буквально раздевает. А настоящему пню в этой берлоге совсем уже плохо становилось. Кашлял весь в соплях, ногу, в слюнях, ну видно не вывозит. Все время команда зеленого добежала до конохи, нашли стесняху. Утрака заживая была все это время, просто, ну, макияж ей смазали и все. Дальше Нарыч там спустился, короче, с этого метеорита назад на землю, чтобы выбить из рыжего пня всю инфу. Мались, падла. Ну, короче, он у него налетел, пиздуй, я ему выписал, отобрал у него антенну и подключился к сети 5G. Дальше Нарыч решил доколупать рыжего окончательно, чтобы не мешался. Размошился там, да, все по классике. И напоследок хуйнул эту мразь с начесанным клубком, самым обычным без воебонов. Да сви-дос, бля. Время в стесняху откачали. А Нарыч потом все роутеры вот эти выковыривал из пня, чтобы тот больше не вставал сучара, и отправился к главному пню. Значит, Нарыч пришел, нашел подозрительное дерево из папье-маше, которое в канохе точно не растут, и зашел внутрь. О-о-о-о-о, кидорас пришел. И тут он, наконец, увидел главного пьена, там, конечно, картина такая, без слез не взглянешь. Сидит, значит, как сыч в этой своей люльке, хоть бы сходил на улицу, пробздился в самом деле. И пока Нарыч стоял и медлил, у этого хмыря все это время был заряжен травмат. Ну, короче, в Нарыч он попал, естественно. Но тут у молодого опять засвистела фляга, и он через эту антенку передал пню, как у него башка шумит ежедневно. Дальше Нарыч вытащил из себя арматуру, побежал с кулаками на пня, но в самый последний момент успокоился. Ты не расскажешь вообще, почему ты такой охуевший? А тут ему отвечает, типа, обязательно расскажу, только ты сначала посмотри две охуительных филерных серии, малой. Значит, 170 серии нас неожиданно швырнули в прошлое. Жумопель тут еще молоденький, учился у одноглазого разваливать кабины, а фрешман еще был нагло выебнутый. Да, было время. Короче, старина Хагри что-то спизданул про какое-то наследство Кановского флэша, и Нарыч отыскал у зеленого старшего карту, которая ведет как раз к этому легендарному луту. Ну, в общем, Нарыч собрался отыскать вот это дело, и к нему присоединил и Сакура. По дороге малые наткнулись на команду Патлатова, которые тоже хотели прикарманить себе этот легендарный кейс. И тут, короче, как откуда ни возьмись, нарисовался, короче, зеленый старший, который, по всей видимости, подрабатывает на детских утренниках в свободное от ниндинга время. Чит в ходе беседы, команда Патлатова взяла карту и побежала искать лут. Нарыч и Сакура их догнали, и так уж получилось, что все они, кроме Патлатова, оповали в гигантскую паутину. И Нарыч на абсолютно борзых чах развалил кабину паучаря. Ну и пока детишки играют совместную пародию Форт Боярд, анима красавчик вовсю сворачивал горы на тренировке, хотя очевидно, что он уже готов сворачивать шеи. И тогда Одноглазо ему тоже какую-то карту выдал. Значит, идут малые дальше по лесу, и вот у них напали челы из Найт-Сити. Но как только увидели, сколько там народ, сразу же дали по тапкам. Дальше наши зашли в какую-то пещеру, внутри которой была джакушка-ловушкера. Ну, значит, наши пацаны с этим быстро справились и двинули, короче, дальше. Там они попали в пиздорез на лодке, но тоже как-то без потерь, все в порядке. Когда они уже подошли к концу своего путешествия, эти две крысы, трусанюх и блонда, ножи, значит, достали со спины к Нарычу Сакури, подошли, ты прикинь, и горят все, типа, дальше лут четвертого Хокаги принадлежит команде Патлатова, а вы идите нахуй. Но Патлаты, как капитан их команду, сумел своих шнырей как-то на место поставить и решить этот беспредел. За всем этим делом, все время из засады наблюдала целая армия злых вьетнамских детей из деревни скрытого штрих-кода, которая готовилась выдать пиздов нашим пацанам по полной. Короче, зашли малые в какой-то заброшенный магазин обоев, как вдруг челы из Найт-Сити использовали технику ебанутого соседа и стали затапливать молодых. Тут из леса вышел анима красавчик и просто начал пиздить без разбора этих дождевых червят. Канулся внутри магазина, спаслись, нашли секретный проход в подсобку, и Нарыч вперед всех нахуй полетел за легендарным лутом, а там продолжение в источнике. Но вернемся в реальное время, в котором доходяга Пейн начинает рассказывать о том, что война это дело страшное. И рассказал случай, что однажды по пиздюковке к нему в хату ворвались боевики-мародеры из Конохи. И пока тел утали их кухню, семейка Пейнов пыталась покинуть хату. Но из-за того, что Пейн был от природы кривожопом, он спалил всю семью, из-за чего мать убили, а отца изнасиловали. Но как оказалось, Пейн с самого детства обладает не только природной ловкостью акробатического уровня, но и бешеными голодными глазами беспризорника. Так что он накинулся на этих канахчан и развалил их нахуй. Позже, но началась тяжелая жизнь, но хули по делу, 90-е. Ходил, значит, по квартирам, пытался выключить еды у местных работяг, но единственное, что он мог едать, это пиздюлей. И вот, однажды, уже помирая из голодухи, он рвался на свежий кусок мяса в виде нефарши, который угостил его французским багетом. Чё хавать будешь? Она, оказалось, уже была подвязана с рыжим. Так что они буквально спасли молодого пня от голодной смерти. В общем, молодые жили на каком-то продовольственном складу в местной пятерочке, одни нахуй батоны кругом. Рыжий говорит, типа ты не обольщайся, это всё пизженное. Ну и начали молодые все вместе оформлять местных лохов на ништяки. Бывало, что даже получали пиздов от армян за кражу арбузов. В общем, дела поначалу шли негладко у тока-тока зарождающейся ОПГ. И как-то раз, короче, они наткнулись на ту самую разборку ЧСВННа и команду Валандемару, Хагрида и Бабы Терапевши. Ну и, короче, после этого у рыжего созрел план. Там музыка с противогазами и попёрлись на поиски Хагрида и остальных. Столкали по всему Найт-Сити, в итоге нашли. Ну и дальше вы помните, что было. Хагрид их очень дрессировал, а им даже собственного батю заменил. Так что те могли в любое время попиздеть с ним за жизнь за гаражами. Настоящего мужчину, если он настоящий, его ни о чём просить не надо, он по факту обязан. Ну, короче, дальше он рассказал, что когда-то давно жил какой-то там дед, который придумал, как колдовать, что у него были глаза такие же странные, как у нашего молодого пня. Время шло, малые повзрослели. И даже сколотили свою собственную крупную группировку. Однажды Рыжий вышел на разговор с ЧСВННом, да, тем самым. Чтобы никто из банд особо не выёбывался. Но оказалось, что Старый их наебал и одним днём похитил их бабёнку Нефершу. И помогал ему в этом молодой ещё пока не дед-афганец. И, короче, чтобы Нефершу спасти, им нужно было просто вольнуть Рыжего. Ну, Пень, значит, стоит с ножом, охуевший, чё делать не знает. Наху мне такая встреча... Как вдруг Рыжий, как настоящий лидер их гэнгов, всё решил самостоятельно. Ну, это всё был тоже очередной наёб от ННН, так что он хотел убить оставшийся пацанок. Но Пень не пальцем деланный отразился атаки и Дивулю спас. Дальше уже все, и наряд Кановского ОМОНа на него полетел, и ЧВК и ННН тоже. Но у Пьена в рукаве была секретная магия. И он призвал на ровном месте, ты прикинь какую-то хуйню жуткую скрипипас. Для вот этой СЦП какой-то в натуре, которая подключилась к самому пню и стала раскидывать всех высокоточным оружием. Значит, ты, наверное, всё на это посмотрел, съебался, а Пень из-за этой магии смог нехило так похудеть к лету. И именно с тех пор стал ниндзя-беженцем. После того, как Пень закончил историю про своё трудное детство и лихие девяностые, нары чему там слово за слово мозги начал промывать. Хагрид там чё-то цитировал, да? Если ты дерьмо не бросишь, то дерьмо тебя бросит. И Пень аж поплыл сразу обратно во флэшбеке во своей, где выяснилось, что Хагрид эту цитату сам подрезал, бля, ещё у Пня в далёком прошлом. Ну и вдохновлённый всеми вот этими цитатками, да, Старый написал геройский роман про Наруда. И тут, короче, Пня как щёлкнула, что он за последнюю арку хуйни наворотил, бля, пиздец. Понял, что на самом деле Нарыч это тот самый ученик из предсказания Хагрида, да, который изменит мир. А Пьен это просто хер простой. Начал, короче, тогда распальцовки свои складывать, да, и вызвал тем самым на месте Канохи огромный криповый ёбыч. Ну, думаю, всё, ща будут остатки Канохцев дожрать. Значит, дальше, в 175-й серии, где-то на том свете, у 7 седоголовых состоялся неловкий разговор. В общем, батю одноглазого спрашивал, как там, у вообще девочки там нравится уже или нет ещё? Ну, их разговор прервала Майя Пня, которая, как оказалось, не добивает, а наоборот, ресает всех. Каждого Нунэйма вообще воскресили, даже без лягушачьих лапок во фритюре оставили. А сам Пень там у себя в люльке своей весь уже посидел, нахуй, облысел от такого колдунства и помер. Ну, конечно, седоголовок к жизни возвращать, он один лет стоит, как вся Каноха. Дарова, пацаны, ну чё, я вернулся, ёбтус того светлого, я того урота ебал, блядь. Ну, то, значит, оригинального пня завернули в крафтовую бумагу вместе с Рыжим. А Неврша говорит, что после этого случая она приняла решение опадать в отставку, и типа всё, она больше не халатница. Считаешь, она раньше заплатила респект и памятнику Хагрида, и вызвал Уберда Канохи. А там, в свою очередь, начались уже народные гуляния. Толпа малолетних анимешников заметили Нарыча, побежали у него то ли автограф просить, то ли просто доебаться. Вот Сакура, да, пришла просто доебаться, как всегда. Но в итоге, в общем, все довольны, все счастливы, а Нарыч с Толкановским героем теперь уже официально.